Привет, друзья! В кинозале «Прививки от лишнего веса» смотрим фильмы, которые помогают не только худеть, но и меняться к лучшему помимо фигуры. Сегодня про отношения с телом и уверенность в себе разбираем фильм «Красотка на всю голову». Вы заметили, что в последнее время выходит много фильмов, где одним из героев является лишний вес? В прошлом году с успехом в прокате прошел фильм «Я худею», и вскоре вслед за ним вышел американский фильм «Красотка на всю голову». Почему имеет смысл посмотреть этот фильм и на что в нем обратить внимание? Сюжет отчасти фантастический. Полная, закомплексованная девушка с завышенными ожиданиями ударяется головой и что-то в голове сдвигается, и она видит себя красоткой. Это задирает ее самооценку до небес. Она устраивается на работу, о которой не каждая красотка с ногами от ушей может мечтать. Знакомится с парнем, участвует в конкурсе красоты, становится даже на этом фоне заносчиво со своими подругами с обычной внешностью. И в каких-то сценах на это даже неприятно смотреть. Там уверенность в себе переходит в заносчивость и даже грубость. Но в этом преувеличении есть смысл. Через него просто невозможно не заметить мораль фильма. Героиня никак не изменилась внешне. Она не стала более умелой или лучше образованной, или у нее не появилось каких-то новых талантов. Просто изменилось ее отношение к себе. И в главной роли в этом фильме именно отношение к себе, а даже не лишний вес. Фильм нам показывает, что изменив отношение к себе, можно претендовать на большее и получать это. Когда вы перестаете напрягаться по поводу того, достаточно ли хорошо вы выглядите и остаетесь при этом собой, у вас высвобождается огромное количество энергии, которую можно направить на великие дела. И оказывается, что для успеха в чем бы то ни было, в работе, в отношениях, гораздо важнее, когда вы принимаете себя сами. Гораздо важнее то, как вы себя принимаете и оцениваете, чем то, как вы выглядите и что думают о вас другие люди. Потому что высот в карьере, в любви, в дружбе, уважении героиня фильма добивается сама, такая, какая она есть. Не такой, какой хотела быть. Не ее парадная версия себя. А вот она такая, как есть, некрасивая, полная, добрая, искренняя, заводная девушка, которая ест дешевые пончики и коллекционирует кетчуп из общепита. А потом наваждение проходит, и она снова видит себя красоткой наоборот, которая недостойна внимания людей из высшего общества, недостойна классной работы, недостойна отношений с мужчиной. Кажется, что только некрасивые подруги ее поймут и примут ее прежней, но не тут-то было. Подруги поняли кое-что важное раньше нее. Про важность быть собой, а не стараться показаться лучше и вообще быть кем-то другим. Финал у фильма тоже, на мой взгляд, немного сказочный. Точнее, сказочно прекрасный. Красотка нашла в себе силы принять себя в своем реальном теле размера XXL. Поверить в искреннюю привязанность своего мужчины и вернуть дружбу со своими подругами. В общем, все закончилось хорошо. А как именно? Смотрите в фильме «Красотка на всю голову». И я вам предлагаю смотреть эту историю не глазами, тогда она будет про внешность. А смотрите сердцем. И тогда эта история про отношения с собой. И может быть вы увидите в ней что-то свое. Ведь фильмотерапия хороша как раз тем, что фильм не говорит «делай так». Фильм – это метафора. А в метафорах и притчах каждый видит тот смысл, который важен лично вам. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, какой смысл вы увидели в фильме. Кто из персонажей вам в большей степени откликнулся. И какие еще фильмы вы хотели бы разобрать в нашем кинозале. Какие фильмы помогают вам стать более счастливым, здоровым и успешным. И, конечно же, кликайте по ссылке под видео. Там информация для вашей стройной талии. С вами была Галина Турецкая, психолог, кандидат наук, эксперт по лишним килограммам.